Совершенствование транспортной инфраструктуры – один из главных вопросов, который поднимают участники 20-го заседания под комиссией по сотрудничеству в области транспорта между Россией и Китаем. Российскую делегацию возглавляет министр транспорта страны Максим Соколов, китайскую министр транспорта КНР господин Ян Чуаньтань. Я надеюсь, работа под комиссией будет полезна народам России и Китая и будет способствовать развитию отношений в транспортной сфере. Гостей приветствует и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил, Иркутск – крупный транспортный узел и привлекателен для туристов. Китайских в особенности их число каждый год увеличивается на 50%. Соответствующая инфраструктура должна соответствовать. И в первую очередь это касается транспортного сообщения. Мы уже с Максим Юрьевичем говорили по поводу всех наших аэропортов в Иркутской области. Их 10, и их надо брать, централизовать и сделать так, чтобы они все-таки экономично работали. Это касается и железной дороги. Вы знаете, что у нас идет реконструкция БАМа, вторых путей. Это очень серьезная задача. Нам нужно очень много решить задач по автомобильному транспорту, по развязкам и по многим другим делам. Также в заседании принимают участие представители Министерства транспорта двух стран – транспортных департаментов нескольких провинций Китая и бизнесмены. Обсуждается работа пунктов пропуска на российско-китайской границе, открытие новых воздушных, железнодорожных и автомобильных сообщений между странами. Сейчас действует 40 автомобильных маршрутов из России в КНР. Выполняются регулярно авиарейцы в 20 китайских городов. Контейнер на железнодорожной перевозке осуществляется по 52 маршрутам. По всем направлениям работа ведется в очень активном режиме. Это мы видим и на грузо-пассажирообороте между нашими государствами, и также на реализации тех стратегических проектов, которые мы реализуем сейчас и в рамках нашего приграничного сотрудничества, и таких масштабных, как реализация скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. В будущем она может стать частью высокоскоростной магистрали Москва-Пекин. После заседания министры обеих стран подписывают протокол на русском и китайском языках. Новые предпосылки для развития транспортной системы в России и Китае созданы, в том числе в такой сфере, как образование. В один из вузов, где готовят специалисты в транспортной отрасли, делегации отправляются после официальной части. В Иркутском госуниверситете путей сообщений для гостей провели экскурсию по вузу и его лабораториям, рассказали о достижениях в новых технологиях и методах обучения. А это символическая совместная посадка ели, чтобы взаимоотношения двух стран также росли и крепли. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости и сейчас.